Честно говоря, я никогда не собирался стать политиком, не было такой мечты. Но в один момент понял, что сидеть дома на диване, критиковать и жаловаться не поможет. Вещи можно поменять только в политике. В Ешатит удалось помочь нашим пенсионерам, которые с трудом сводят концы с концами. Мы им выбили программу в миллиард шекелей, они получают ежегодное пособие и бесплатные лекарства. Мне удалось отменить двойное страхование. Я забрал у страховых компаний 500 миллионов шекелей и вернул это родителям. Ребенок, который, к примеру, ходил на секцию дзюдо, родители платили 150 шекелей страховку. Тот же ребенок ходил на еще одну секцию плавания, родители опять платили ту же самую страховку, 150 шекелей. Посредине года ребенок перешел из дзюдо в плавание, родители опять же заплатили ту же самую страховку. Оказывается, все родители платят страховку в школе, которая покрывает также спортивной секцией. Поэтому я отменил эти страховки и вернул эти деньги родителям. Мне удалось восстановить справедливость в армии. Знаете, есть солдаты, которые не являются галахитскими евреями. Они могут быть евреи по папе, но не по маме. Когда они идут в армию или когда они идут на войну, их никто не спрашивает, кто у них еврей, а кто не еврей в семье. Но если, не дай бог, они погибают, их хоронили за забором на отдельном кладбище. Это несправедливо. Мне удалось восстановить эту справедливость. И сегодня солдаты не галахитские евреи. Они захоронены на одном кладбище, на одном участке. И я считаю, что это очень важно для нашего государства. Есть еще немало достижений. И я могу сказать, что я не жалею, что я в политике, я сделал правильный выбор. Партия молодая, партия светская и партия молодых. Ребята, у которых есть много энергии, которые не прячутся в своих кабинетах. Ребята, которые готовы выходить на улицу, помогать, быть адресом, быть доступным и быть прозрачным. Я считаю, что это очень важно. Потому что только партия Ешатид может остановить религиозный диктат. Мы это доказали в правительство, мы это доказываем в местной власти. И мы видим, что творится в городе. 85% дотаций, субсидий на общественные организации идут религиозным. Почему так? Почему только 15% остается людям, которые работают, которые платят налоги? У них здесь дети, у них здесь родители. И мы действительно этими деньгами можем помогать людям, помогать городу. Сегодня я действительно получаю немало обращений с Петахтиквой. Я много работаю с городом. Обращения от пенсионеров, от молодых ребят, от спортсменов, которые не могут выделить стипендию. А любой аврех, любой ученик Ешив получает эти же тысячи шекелей в месяц. Люди жалуются, что есть проблемы в садиках, в школах. Как это все выглядит. Инфраструктуры. Понимаете, вам все время будут рассказывать, что нет денег, нет денег, нет бюджета. Бюджет есть, деньги есть. Вопрос, как они распределяются. Они сегодня идут религиозным. Вот и все. Очень простая формула. Это религиозный диктат. И мы можем это остановить. Именно по этим причинам вы должны голосовать за нас, за партию Ешатит. Мы находимся в прекрасном парке в Петахтикве. Это будет выходной день. Люди захотят прийти и просто пожарить мясо. Но надо не забывать, что до мяса лучше пройти и проголосовать. Если вы не голосуете, голосуют ультра-отодоксы. И мы видим простые примеры. Мы видим, что творится в Бетшемише. Мы видим, что творится в Аждоде. Люди не идут голосовать. Идут голосовать ультра-отодоксальные избиратели. Они голосуют, они получают свои бюджеты. Убивают все, что им нужно. А мы сидим потом и жалуемся. Если вы хотите, чтобы в вашем городе, в Петахтикве, ситуация была изменена, чтобы бюджеты шли в вашу сторону так, как вы хотите, то надо просто прийти и проголосовать. Не проголосуйте, проголосуют другие. И бюджеты пойдут к ним. Очень просто. Субтитры создавал DimaTorzok